Вы, наверное, ждёте, что я сейчас расскажу, какое железо лучше всего принимать при аномии. Но я вас удивлю и предложу вам поговорить совсем о другом подходе. Но именно этот подход даст вам лучший результат. Потому что те, кто страдают от аномии, связанной с дефицитом железа в питании, ну, я думаю, что они не ищут информацию в интернете, потому что им просто доктор выписал какое-то железо, какой-то препарат, попили и всё прошло. Но таких людей-то как раз меньшинство. Потому что большинство людей страдает от пониженного гемоглобина и ищет, как бы поднять гемоглобин натуральными средствами, именно потому что стандартная схема медикаментозная не работает. Потому что для того, чтобы решить эту проблему, нужно ответить на вопрос, а почему у вас снижается усвоение железа в организме? И вот на этот вопрос обычный врач отвечать не хочет. Но вопрос о причинах он просто пытается устранить последствия. А мы с вами сейчас поговорим о том, с точки зрения физиологии, в чём может быть причина. Я их просто перечислю сейчас. Как ни удивительно, но причины аномии чаще всего вообще не в самой крови. Ну, это и логично, да? А в тех органах, которые на состояние крови влияют. Например, печени. Если есть нарушение работы печени, то нарушается усвоение металлов. Потому что металлы вообще, они конкурируют между собой. Медь, железо, цинк – это конкуренты. То есть, если нарушается минеральный обмен в целом, то будет риск аномии. Один металл будет выталкивать другой. Состояние кишечника. В нём минералы эти самые усваиваются. То есть, хоть объешься железо, хоть до гастрита доешься его, как и часто и бывает, до изжоги. А усваиваться он не хочет. Оно, железо. А я вам расскажу сейчас о тех натуральных средствах, которые помогут вам получить железо из пищевых источников, чтобы не было необходимости принимать лошадиную дозу. Наконец, надо не забывать. Вот, например, анемия хронического воспаления. Что такое? Вот, когда ко мне приходит человек с ревматоидным артеритом, например, на консультацию. У него часто бывает анемия хронического воспаления. Если он принимает лекарства, к тому же, да, принимает постоянно химические препараты. Потому что, но ведь не только на фоне ревматоидного артерита существует воспаление в организме. Любое воспаление негативно влияет на структуру крови. То есть, если вы постоянно болеете, постоянно простужаетесь, у вас там много рецидивов, герпеса, у вас постоянно хронический гаймагит, вы вообще не вылезаете из болезней. Любые воспаления, молочницы даже постоянно, они истощают организм. И в крови циркулируют токсины хронического воспаления. И благодаря этому нарушается формула крови. Вот еще одна причина. То есть, уже печень, кишечник, хронические воспаления. Ну и, наконец, есть то, что вообще ни один врач искать не будет. Это токсические воздействия. Когда мы делаем анализ на микроэлементы по волосам, это хай-класс, это высокотехнологичные анализы, которые выполняются в сотрудничестве с лабораторией клиника МЧС. Очень мало таких вообще лабораторий, не только в России, вообще в МИГе, которые делают эти анализы. Так вот, когда мы делаем эти анализы, мы часто видим токсические вещества. Мышьяк, свинец, алюминий, ртуть в организме у человека. И они могут быть причиной анемии. Таким образом, если подытожить, первое, что нужно сделать, если вы сталкиваетесь с задачей повысить гемоглобин, это провести, конечно же, очищение организма. Кишечник, печень, кровь. Для этого существует в нашей методике, в системе Соколенского, существует комплекс для глубокого очищения питания с нотаидетоксом, который включает для кишечника нотаидетокс. И там, кстати, уже сразу вы получаете витамины, минералы в достаточной степени пищевого происхождения, очень легко усваиваемые. Не нужно уже дополнительно принимать какие-то синтетические витамины. Потому что спирулина хлорела, которые там содержатся, и другие вещества, которые усиливают усвоение, не буду сейчас вдаваться в подробности, они дают богатейший набор. Плюс к тому хлорофилл, который сам по себе улучшает состояние крови по аномии. Лайвер 48 содержит железо, кстати. Но железо в такой форме, в сочетании с серой, в сочетании с травами, которое очень эффективно усваивается и легко это переносится, скажем так, в отличие от синтетических форм. И, наконец, очищение крови застагин ультра, 30% и потом 60%, избавляет от тех токсинов воспалительных и плюс от потенциальных токсических веществ, неважно откуда они поступили, из пищи накопились, или благодаря плохой экологии, устраняет застагин ультра токсические вещества из крови с гарантией. И благодаря этому устраняются причины для развития аномии. Конечно же, существует еще зависимость, бывают формы аномии, когда они связаны с дефицитом витамина В12, фолиевой кислоты. Но я сейчас рассказал вам о тех случаях, в которых классические способы, которые вам рекомендовал доктор, не помогли. То есть, если провести очищение организма на фоне вот таких сложных ситуаций, во многих случаях уже этого будет достаточно для того, чтобы вы себя чувствовали более бодрым, вы это будете видеть буквально со второй недели. Если у вас возникнет желание глубже вникнуть в ситуацию, сделайте анализ по волосам на микроэлементы. Исключите серьезное токсическое влияние на вашу кровь. Исключите наличие паразитов. Они тоже могут вызывать аномию. Для избавления от паразитов в системе Соколинского тоже существует своя методика. Вы можете прочитать о ней на сайте. О комплексе очищения, про который я сейчас говорил, вы можете прочитать, просто скачать буклет. Там будет на десятке страниц подробно написано все ингредиенты описаны, все действия, как принимать. Это очень просто. За месяц, в любом случае, вот я не видел человека, который бы бодрее себя не начинал чувствовать, и работоспособность у которого не повышалась бы, пищеварение у которого не улучшалось бы на фоне этого комплекса. Поэтому в любом случае полезно. Если у вас какой-то свой сложный случай, есть сочетание с понимаемыми лекарствами, которые могут вызывать аномию, с гормонами, например, и так далее, то есть стандартная наша методика не подходит, тогда обращайтесь за консультацией. Но начните с простого, то, что для каждого человека подходит, именно с комплекса очищения. Продолжение следует...